Федеральный закон о рекламе чётко оговаривает, что размещение наружных объектов рекламы производится строго по выданным разрешениям органов местного самоуправления. В Артёмовском городском округе таким органом является Комитет по архитектуре и градостроительству Артёмовского городского округа. Наталья Булатова, председатель вышеназванного комитета, разъяснила представителям местных средств массовой информации законодательные изменения по размещению объектов рекламы на территории Артёмовского района. Нужно отметить, что размещение рекламных конструкций производится согласно утверждённой администрации муниципалитета схеме, которая получила согласование Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области и выполнено в соответствии с ГОСТом ГИБДД по рекламе. ГОСТ этот очень жёстко регламентирует размещение объектов наружной рекламы в части приближения их к объектам элементов дорожной сети, такие как перекрёстки дорог, улиц, съездов, переходов дорожных, размещение дорожных знаков различных. Дается в этом ГОСТе очень жёсткие ограничения по радиусу размещения объектов наружной рекламы. Так вот, схема данная была разработана в соответствии с этим ГОСТом. Это значит, что все владельцы существующих рекламных конструкций обязаны соотнести расположение своих объектов с данной схемой. В том случае, если в схеме эти объекты отсутствуют, на них не может быть получено разрешение на размещение, и они должны быть демонтированы. Комитетом по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа регулярно проводятся проверки таких объектов и выдаются предписания за неисполнение норм закона. Нарушение законодательства рекламы влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 до 2,5 тысяч рублей, на должностных лиц от 4 до 20 тысяч рублей, на юридических лиц от 100 до 500 тысяч рублей. Мы призываем всех проверить нахождение объектов рекламы у себя на территориях. То есть масса случаев, когда размещается реклама даже на территориях частных домовладений, без каких-либо согласований и разрешений. По всем объектам будут проводиться проверки. Закон категорически запрещает размещение рекламы на объектах муниципальной, региональной и государственной собственности. Размещение рекламы на данных объектах возможно лишь по итогам торгов. Кроме того, только по результатам торгов разрешено размещение наружной рекламы в части стационарных объектов. То есть это щиты, либо какие-то иные конструкции, располагающиеся на земле или земельных участках. Есть случаи, когда реклама-распространитель представляет договор с собственником земельного участка, либо здания. Пожалуйста, там идет оплата только госпошлины и заключается, и выдается разрешение на размещение. Ну, подобный объект у нас есть по улице Пролетарская, можете видеть, да, то есть там на территории частного жилого дома. Есть еще на территории города несколько таких объектов. Они пока не установлены, но уже выданы разрешение. То есть здесь проблем нет, они все вошли в схему рекламных конструкций. Что касается размещения рекламы на фасадах многоквартирных домов, то в данном случае Комитет по архитектуре и градостроительству вправе дать разрешение только при наличии согласия жителей данного дома. По объектам рекламы, вошедших в схему размещения, которые размещены у нас баннеры на стенах жилых домов, в основном, конечно, многоквартирных жилых домов, в соответствии с требованиями жилищного кодекса, выполняются в соответствии с предоставляемым заинтересованным лицам двух документов от владельцев имущества в этом доме. Это протокол собрания собственников имущества в многоквартирном жилом доме и договор на размещение этих объектов рекламы. Только при наличии данных документов выдаётся уже разрешение на размещение объектов наружной рекламы. На данный момент в Артёмовском городском округе больше 90% всех рекламных конструкций установлены самовольно, без какого-либо разрешения и согласования, а это является нарушением действующего законодательства и влечёт наложение крупных штрафных санкций.